Точная столичная 11.04. Доброе спортивное утро тем, кто проводит утро среды, как обычно, в спортивном режиме. Мы это приветствуем и с удовольствием предлагаем вам присоединиться к нашему разговору. 65 10 99 6 и код города не забывайте тоже набирать 495. Это номер телефона для тех, кто хочет задать свой вопрос, поучаствовать в беседе. Или, может быть, высказать какое-то свое исключительно спортивное мнение. Если лень звонить, то можно и писать. Сайт Финам.фм, страничка программы на своем поле. Все тоже в вашем распоряжении. Было бы желание, ну и, собственно, наверное, спортивный азарт поучаствовать. Жаркие зимние твои – это то, что сейчас происходит в Сочи. Не менее жарко буквально, наверное, неделю назад было в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Там проходил турнир «Русская зима» легкоатлетический. Тот, который я не могла не посетить, не могла не получить удовольствия. Поэтому, если вы тоже были, если вас интересуют, может быть, результаты, может быть, самочувствие, может быть, вообще нынешнее состояние легкой атлетики, как мне кажется, она у нас, в общем, на подъеме. Тем более, что после чемпионата мира в Москве интерес хотелось бы верить у детей к этому виду спорта, к королеве возрос. Ну, в общем, обо всем, что так или иначе связано с королевой, сегодня говорим с генеральным секретарем Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Михаилом Бутовым. Михаил Яковлевич, доброе утро. Доброе. У вас действительно тоже жаркие прошли соревнования. Я так подозреваю, что вы в общем спортивном тренде сейчас находитесь. Вы немножко перевели дух после русской зимы или все еще продолжаете подсчитывать результаты и делать какие-то уже пост-выводы турнирные? Ну, нам особенно расслабляться-то нельзя, потому что зимний сезон легкоатлетический в самом разгаре. И вот буквально с понедельника у нас начинается чемпионат страны в Москве, там же в Манеже ЦСКА. Поэтому, конечно, русская зима – событие особое. Но для меня, тем более, поскольку мне уже есть такое счастье быть директором этих соревнований уже 13 лет. И, конечно, каждый год мы стараемся придумать что-то новое, стараемся какое-то действие организовать для зрителей не только в виде забегов, прыжков, но и что-то такое более существенное, более значимое для болельщика. А что это может быть? Это, знаете как, для нас мы давно же это сформулировали. Это называется счастье болельщика. И оно изменчивое. И вот это счастье болельщика нужно все время организовывать. Это нужно что-то придумывать. Это связано с эмоциями, с сопереживанием. Это связано с какими-то новыми технологическими решениями, о которых мы тоже очень думаем. Это связано даже, знаете, с тем, что он пришел зачем-то, почему-то, по какой-то причине. Вот привело его в манеж. И нужно сделать так, чтобы он потом об этом рассказал кому-то, чтобы в следующем году приходили. Мы эту науку хорошо представляем себе. И, в общем, мы активно пользовались во время чемпионата мира в Москве. Когда, вы знаете, день за днем вот эти люди, которые поверили нам, они приводили новых людей. И в результате полный стадион был. Для меня, как может быть для достаточно специфического болельщика, счастье увидеть, допустим, в Москве действительно сильнейших. Того же Менькова, который прыгает с лучшим результатом сезона в мире. Или Ваню Ухова. Ну, в общем, это спортсмены. А для, может быть, болельщиков русской зимы, вот меня всегда радует, когда бегут маленькие детки. Вот эти вот чемпионские юные забеги. Это ведь такое счастье понаблюдать за эмоциями совсем начинающих спортсменов, чтобы понять, насколько им это здорово, насколько им это нравится. А когда публика болеет, это же отдельный стимул прийти еще раз. Это правда, это правда. Мы вообще сделали уже, настолько она становится, расширяется у нас вот эта программа для детей. Мы уже не помещаемся в один день. У нас накануне огромное такое событие тоже русская зима детская. Русская зима проходит. Это и мастер-классы, это и соревнования. И в этот же день утром те, кому это нравится, кто любит, бегут 10 километров по лесу, по снегу. И мы их награждаем во время русской зимы. То есть события расширяем. Для тех, кто приходит, мы придумываем иногда такие вещи, которые... Поначалу спрашивали, зачем тебе это нужно? Но вот, к примеру, мы на входе раздаем всем мандарины. То есть вот эти мандарины, которые... Ну, в общем-то, она вещь-то довольно-таки такая, ну, небюджетная, скажем так, сильно и незатратная, и не требует каких-то... Но это праздник, согласитесь. Но это праздник, это не только праздник, это еще общее ощущение. Потому что оранжевый цвет через мандарины пришел вообще во всю нашу историю русской зимы. Потому что мы как бы внедряем лето, мы внедряем вот эту жару в зиму, в холодную стужу какую-то февральскую обычную в Москве. Это настроение, которое напоминает людям российским, прежде всего, Новом Годе. Потому что это фрукт Нового Года, это солнце, это вот это все вместе. Плюс запах, люди начинают есть эти мандарины. Вот этот запах цитрусовых, он тоже очень позитивно влияет. Ну вот, казалось бы, мелочь, но из нее складывается как раз вот то самое счастье, о котором я уже сказал. Я знаю, куда я пойду по окончании программы. Берегитесь фруктового отдела. Михаил Яковлевич, кто является инициатором таких вот интересных идей, кто их придумывает? У вас есть творческий коллектив, который этим занимается? Или вы садитесь на президиумы федерации? Либо, может быть, спортсмены когда-то какие-то идеи рождают и вам подкидывают? Ну, конечно, у нас есть уже коллектив сложившийся, кто непосредственно занимается соревнованиями. И подготовка-то идет в течение всего года. Соревнования же ведь ежегодные, раз в год всего проходят. Но вот этот период, действительно, это идет подготовка в чем? В том, что мы думаем, мы что-то придумываем, мы подсматриваем какие-то идеи в других соревнованиях, даже в других видах спорта, иногда даже в других видах вообще действия. То есть это не обязательно даже спорт. Но то, что нам кажется, приживется, и это надо как-то, естественно, адаптировать к легкой атлетике, мы обязательно используем. Мы сократили время, например, проведения соревнований. Да, кстати, сорвали с языка вопрос. Да, существенно сократили. Когда мы начинали, соревнования продолжались 4 часа, а сейчас они идут 2 часа. И это, безусловно, добавляет динамики, но если правильно делать, это добавляет каких-то новых чувств, осовременивает, безусловно. Ну и плюс телевизионный формат, потому что это именно и с телевидением связано, у нас же телетрансляция прямая. Ну вот для спортсменов, мне кажется, это достаточно сложно переходить от соревнований, которые растянуты немножко по времени, когда есть время для релаксации, для отдыха, для восстановления сил. Вот это вы делаете, ну скорее так, ну в хорошем смысле это слово, в угоду болельщикам и трансляциям. А спортсмены не жалуются, говорят, господи, да что ж такой темп? Нет-нет, а мы о спортсменах всегда думаем, потому что, собственно, у нас проходят, как правило, только финалы. Исключение составляют короткий спринт, где есть два раунда, то есть есть предварительные забеги и финалы. И там у нас есть разница приблизительно час-пятнадцать между забегом и финалом. Это обычная практика для спринтеров, то есть вот этот вот временной промежуточек между полуфиналом и финалом, это обычно для них, это как раз даже чуть меньше иногда, потому что им не надо тогда разминаться, то есть они вот в этом тонусе просто отдохнули немножко и уже все силы бросают на финал. Поэтому нет, для спортсменов это абсолютно комфортно, никаких проблем нет. И, конечно, нету какой-то суперответственности, нагрузки, которые есть в официальных соревнованиях. Хотя, с другой стороны, для россиян тоже не так легко всегда выступать, потому что приходят свои болельщики и не хочется ударить, говоря, с лицом. Но, как обычно, на разных спортсменов это по-разному влияет. А вы никогда не задумывались, или, может быть, не то, что задумывались, считали специально, сколько вообще болельщиков ходит? Может быть, вы вспоминаете первые турниры, сколько их было, сколько сейчас? Сейчас есть какой-то прогресс? Конечно, конечно. Прогресс, безусловно, есть из года в год. Сейчас у нас приблизительно каждый год мы обновляем нашу аудиторию где-то процентов на 30. То есть где-то процентов, ну, две трети приблизительно, это те люди, которые уже из года в год ходят на русскую зиму. Что бы ни случилось, они любят эти соревнования, ждут их. Мы это видим и потому, как стали покупать билеты. У нас же ведь есть традиция всегда билеты в последнюю минутку купить. А вот в этом году, я бы не сказал, что мы собрали больше болельщиков, чем в прошлом. Но вот динамика покупки билетов, которую мы тоже отслеживаем, она поменялась очень существенно. И уже до Нового года мы продали там треть билетов, что никогда не было вообще говоря. И это первое. Что касается по количеству, то когда первое соревнование мы провели, вот именно эта команда проводила еще в Манеже братьев Знаменских. Это 2002 год был. И в 2001 году это было еще там как бы такое частичное участие. В 2002 году первое полноценное. Мы немножко буквально добавили там рекламы. И динамика была такова. В 2001 году это было человек 200 на трибунах. А в 2002 году было очень сложно организовать болельщиков, которые хотели попасть. И в результате был полностью забит Манеж. Это около 1000 мест всего. Там маленький Манеж. И все остальные располагались вдоль стеклянной стены. Да, прозрачной, слава богу, стены противоположной. И с улицы смотрели эти соревнования. Это был такой напряженный момент для организаторов. Но очень приятный, потому что это был действительно такой энтузиазм. Все хотели увидеть. А люди приходят на имена или люди приходят по традиции? Они знают, что всегда приезжают сильнейшие спортсмены. И многих можно увидеть, что называется, не по телеку, а по очу. Или же это вот уже традиция, как вы действительно говорите, просто проводить там январский вечер в Манеже? Ну, если говорить только именно о русской зиме, то, конечно, и традиция тоже. Потому что люди приходят, соскучившись по легкой атлетике. Был такой период всегда осенний, когда идет тренировочный процесс. И, понятно, никаких соревнований нет. Потом первые соревнования не столь значимые, которые проходят в январе. И вот первое воскресенье в феврале, когда обычно мы проводим русскую зиму, все уже соскучившись хотят посмотреть, что же там нового, как же там выглядят лидеры, как там это все происходит. А вообще говоря, конечно, если говорить о легкой атлетике, то приходят на имена, безусловно. Я уверен, что это имена. И второе, есть, безусловно, предпочтения, связанные с видами легкой атлетики. Но если будет интересно, поподробнее расскажу, какие они у россиян. С удовольствием, через пару минут. Несмотря на то, что все наше внимание сейчас приковано к Олимпиаде в Сочи, мы все-таки делаем перерывы, у нас существуют и вполне успешно себе развиваются и приносят нам тоже положительные, позитивные эмоции другие виды спорта. Сегодня у нас в гостях генсекретарь Всероссийской Федерации легкой атлетики Михаил Бутов. Мы с Михаилом Яковлевичем заговорили о турнире «Русская зима», который вот буквально в первые выходные февраля и концовку января, да, вы еще, получается, захватили 31 число было, да, мы говорим об этом турнире. Это турнир, который открывает зимний соревновательный сезон и для болельщиков в первую очередь. Это возможность прийти на знаменитые и интересные имена, увидеть их нынешнее состояние. Ну, я насколько понимаю, что на «Русской зиме», конечно, первое и главное внимание было приковано, наверное, к прыгунам в высоту, нет? Ну, это наша, как бы, да, была такая идея. Действительно, прежде всего, это прыжок в высоту. И, конечно, все приходили посмотреть на Ваню Ухова, который очень популярен, но и он очень успешен в этом году, он хорошо подготовился. Вот буквально днями в Германии он вместе с Алексеем Дмитриком прыгнул по 2,40 в очередной раз. То есть это, конечно, уникальный спортсмен. А это прыжки под музыку, да, как-то? Нет, нет, ну, они под музыку, да, но это не московские соревнования. Нет, не московские, да. Это в Варнштадте известные соревнования. Там есть тоже свои там нюансы, связанные с условиями проведения. Но, так или иначе, 2,40, прыжок 2,40, это фантастический, конечно, результат. Учитывая, что это зима. Да, да, но единицы в мире вообще достигали такого рубежа, прыгали так высоко. У нас он тоже прыгнул очень здорово. 2,36, пробовал он 2,40, но вот немножко что-то не сложилось в тот момент. Но, так или иначе, высота удалась. Очень мы так акцентировали внимание и на афиши выточились, на Сергея Шубенкова. Акцентировали внимание на коротких барьерах. Но вот я как раз до перерыва говорил, что самое такое привлекательное – это вот спринт. Потому что спринт очень созвучен в современной нашей жизни. Это быстро, динамично. События происходят буквально там на глазах в течение, там, на коротком спринте. Это 6,5 секунд, на барьерах 7,5 секунд. То есть очень быстро, интересно. И более того, за это время еще успевают, а не поменяться там как-то ролями, кто-то успевает вперед выйти. Во всем мире там 100-метровка – это один из самых-самых популярных. Но это же финал всегда любых соревнований. Конечно. Ну, да, это вот квинтэссенция чего-то такого особенного в нашей жизни, как я вот сказал. Хотя, как мне кажется, когда выходит любой титулованный спортсмен, про которого, может быть, болельщики просто слышали или где-то там краем уха зацепили, это же ведь всегда праздник. Интересно посмотреть на того, кого ты каждый день можешь видеть по телеку или в газете прочитать. Ты увидишь, что он из себя на самом деле представляет. Это ведь то, ради чего, по большому счету, любой спортсмен и любой болельщик ходят на стадион, для того, чтобы проверить свои силы, для того, чтобы получить какие-то эмоции. В этом смысле даже зимние соревнования более выигрышные, потому что все ближе гораздо для болельщика. На большом стадионе он все-таки немножко удален от спортсмена, а здесь это прямо вот совсем рядом. И, конечно, конечно, и спринт, поэтому мы весь проводим, и барьеры, потому что это очень близко к болельщику. Вот это дыхание, вот это нерв, он чувствуется прям буквально, как будто ты участвуешь сам в этих соревнованиях. А насколько легко приглашать спортсменов на русскую зиму? Насколько они легко отзываются? Ведь кто-то может сослаться на еще неподготовленность, кто-то может сказать, что он там восстанавливается, у него реабилитация. Легко едут. Ну, если говорить о времени проведения, мы как бы довольно намеренно на это идем, потому что мы еще учитываем интересы сборной команды России. Вот я сказал, что будет чемпионат страны. Спортсмену надо восстановиться, успеть подготовиться. Потому что наши спортсмены, болельщику нашему, конечно, интереснее. В любом случае будет посмотреть. Если говорить о приглашении зарубежных участников, то это бизнес, это большой спорт, это профессиональный спорт. И тут условия ровно такие же, как и в других бизнесах. Нужно выгодно купить и хорошо продать. Но продать в том смысле, что сделать хорошее зрелище, чтобы болельщики пришли, чтобы спонсорам было интересно. А купить, конечно, мы хотим звезд. Конечно, мы иногда придумываем некие дополнительные бонусы не в виде денег, а в виде каких-то дополнительных промоций и так далее. Поэтому сложный процесс, конечно. И начало сезона, это правда. Американцы, например, они приезжают к нам. Почему еще мы вот такие сроки? Они приезжают, потом уезжают обратно в Америку и потом уже возвращаются к официальным старту, к чемпионату мира в этом году. Поэтому много факторов. Много факторов. Ну, находим решение. Слава богу, мы пока даже сейчас вторые в мире в рейтинге идем. Вот осталось всего два старта. Именно русская зима. Именно русская зима. Семь соревнований, которые проводятся под эгидой Международная ассоциация. Русская зима вторая по счету, по срокам. И мы сейчас идем на втором месте. Нас обогнал только Стокгольм пока с мировым рекордом и сумасшедшими бегами на длинной дистанции. Любители легкой атлетики знают, что Дебаба устанавливает рекорд за рекордом. Но в Стокгольме, если я не ошибаюсь, там еще наша Кучина. Маша установила лучший результат. Да, в этом смысле мы за Стокгольм даже радуемся. Ну да. А насколько организовывать вот такие бизнес-турниры в спорте достаточно сложный процесс? Ведь, на мой взгляд, есть совершенно бизнес-отличные идеи. Типа бокса, например, который всегда привлекает массу внимания. Потому что лозунг «Хлеба и зрелищ» еще никто не отменял. А легкая атлетика — это такая классическая, это такая королевская дисциплина. И у нее, как мне кажется, есть совершенно определенная группа болельщиков. И люди, которые с удовольствием ходят на микс-файты, они, мне кажется, на легкую атлетику не сильно-то и разбегутся прийти. Вы знаете, мы пытаемся как раз поломать вот эту историю. Потому что классическая легкая атлетика, она тоже интересна. Она очень интересна, безусловно. Но история пришла сейчас к тому легкой атлетике, что она интересна всего, по большому счету, в двух-трех событиях. Это Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы. В этом случае болельщики все равно приходят, и все равно интерес, безусловно, есть. Хотя и эти события сильно поменялись по содержанию, по оформлению, по презентации. Но вот что касается соревнований однодневных, такими, какими является русская зима, мы стараемся ломать эти стереотипы, мы стараемся делать по-новому, внедряя какие-то новые элементы в виде, например, там в Европе сейчас вводятся новые правила, даже легкоатлетические, связанные с количеством прыжков в высоту, каким образом происходит изменение лидеров, изменение порядка прыжков и так далее. Но это тоже в угоду настроению болельщика, в угоду телевизионным трансляциям, чтобы сократить время, да? Да, надо, конечно, хорошо понимать, и, к сожалению, не всегда это в легкой атлетике происходило до последнего времени. Надо хорошо понимать, что, несмотря на то, что легкая атлетика – спорт номер один, и это правда, но он спорт номер один в Олимпийские годы. И вот этот интерес мы должны не просто поддерживать, а как-то его приумножать в период между Олимпиадами. Вот эту сложную задачу потихонечку все-таки все осознают и начинают решать. Это действительно новый формат, это вот эти соревнования одновидовые, когда только, например, прыжок в высоту, прыжки под музыку. Но дело все в том, что легкая атлетика – это не только профессиональный спорт. Легкая атлетика – это и спорт для жизни. Вот этот слоган европейской легкой атлетики, мы тоже его сейчас очень активно развиваем. И вот болельщики должны стать сами участниками легкой атлетики. Вот интерактивность через участие, интерактивность через новые технологии, через новые медиа, цифровые, вот вторые экраны и так далее. Вот эти новые тенденции в легкой атлетике, они должны обязательно приживаться очень быстро. Тогда мы останемся как бы в тренде, мы будем востребованы. Но мне кажется, что у легкой атлетики есть одно большое преимущество. Если ты наблюдаешь за соревнованием тех же самых фигуристов, ты понимаешь, что ты не можешь выйти на лед и совершить ту же самую поддержку, которую совершают чемпионы мира. Если ты смотришь на соревнования спортсменов, ты понимаешь, что даже ты не поставишь такие рекорды, даже у тебя нет такой техники бега, но выйти, пробежать свои 60 метров, ты всегда можешь. И, может быть, есть у вас какая-то статистика, может, вы знаете, вот тот же самый чемпионат мира, который проводила Москва, он как-то увеличил поток желающих, поток деток, которые пришли и сказали, я хочу быть, я не знаю, как Ваня Уха, как Ярослав Рыбаков, как, прости, Господи, Усейн Булт. Да, увеличил это точно совершенно, особенно в различных российских регионах. Может быть, в Москве это не так ощущается как раз. А вот в регионах очень увеличился. И мы это чувствуем по интересу даже к тем детским соревнованиям, которые мы проводим на русской зиме. И мы начали новый большой проект, новые звезды русской зимы. И ездим с этим проектом по городам российским. Там проводятся мастер-классы, там проводятся соревнования для малышей. И количество детей, количество желающих, оно увеличивается с каждым годом. Причем оно увеличивается вот в этом году. Мы просто уже немножко даже были не готовы к такому количеству желающих, которые приехали в Москву. И люди ведь приезжают, это не из Москвы и области, это и Екатеринбург, и Новосибирск, и даже Дальний Восток есть целая группа. Но поэтому интерес очень большой. Мы очень... Наша главная как бы обязанность и ответственность вот этот интерес поддержать и постараться использовать на благо легкой атлетики. А насколько ребята-спортсмены готовы проводить мастер-классы? Если они, например, действующие, и если у них плотный график тренировок, если у них все расписано, они в конце концов берегут собственное здоровье. Легко ли их сподвигнуть на вот этот такой мини-мастер-класс, может быть? Очень хороший вопрос. Это вообще даже я бы немножко даже шире как бы, может быть, к этому вопросу подошел. Ведь легкую атлетику очень здорово поддерживает государство. И государство в виде стипендий, в виде выплат всевозможных. И государство является таким главным заказчиком результата. И главное, что должен спортсмен показать, это результаты на официальных соревнованиях. Тогда он будет получать адекватную оплату и очень хорошую оплату. А вот все, что касается других активностей, немножко как бы до последнего времени оно в стороне. То есть это не главная как бы задача. Общественная нагрузка. Да, некая такая общественная нагрузка. Кто-то с удовольствием это сделает просто именно с удовольствием, в удовольствии. Но как часть профессии большинство не рассматривает это. И вот мы стараемся это тоже поменять. И меняется. Вот новое поколение нашей сборной, они точно другие. Они понимают, что это нужно. Они понимают, что надо общаться с прессой. Они понимают, что надо заниматься с детишками. И тогда вот ты будешь востребован не только от Олимпиады до Олимпиады, но и те четыре года, которые между находятся. И вот Сергей Шубенков, Даша Клишина, ребята вот нового поколения, которые с удовольствием проводили мастер-классы и вот с ребятами занимаются. Я думаю, что ситуация хорошо, в хорошее направление меняется. И мы, я думаю, что будем иметь вот расширение этой программы. Ну, Даша Клишина еще отлично рекламирует легкую атлетику, когда она какие-то постеры снимается в каких-то таких рекламных проектах. Открыта, да. Я надеюсь, что мы после новостей поговорим с одним из участников такого мастер-класса Ярославом Рыбаковым. Пока буквально на пару минут прерываем все новости. Напомню, сегодня мы говорим о жаркой, о нашей российской и русской легкоатлетической зиме. Оставайтесь вместе с нами. Точная столичная 11.31. У нас сегодня, как обычно, утро среды в спортивном режиме. Сегодня говорим про турнир «Русская зима». Он проходил в конце января, в начале февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. И сегодня в гостях у нас генеральный секретарь Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Михаил Бутов. Михаил Яковлевич, мы с вами заговорили про идею мастер-классов, которые должны помогать и в том числе, наверное, и спортсменам себя рекламировать и поддерживать в хорошей такой болельческой форме, чтобы не забывали про него. Потому что, к сожалению, чемпионы буквально в тот момент, когда стоят на пьедестале, потом про них на какое-то время забывают. И, конечно, это большое подспорье для молодых спортсменов, которые воочию видят и могут позаниматься под руководством прославленного спортсмена. Насколько интересно было, как вы считаете, в нынешних мастер-классах, которые проводились в рамках этой русской зимы? Сколько, может быть, людей пришло? На кого больше пришли? — Мы проводили разные мастер-классы для разных детишек. Мы проводили... Первый мастер-класс проводила экс-картсменка Европы Татьяна Зеленцова. Для самых маленьких — это от 3 до 10 лет. От 3, представляете, детишки трехлетние. — А в легкой атлетику в 3 лет? — Нет, конечно. Нет, конечно. Но нам тоже надо хоть как-то им что-то показывать по разнику легкой атлетики. Потому что это вообще проблема легкой атлетики. Ведь когда люди могут прийти заниматься уже более-менее профессиональной легкой атлетикой, это детишки лет 10, не раньше, как правило, то к тому времени уже косой прошел футбол, фигурное катание, гимнастика, плавание. — И вам осталось чуть-чуть. — И нам остается то, что осталось, как правило. Поэтому нужно думать о том, чтобы ребята привлекались все равно в внимание, привлекать их внимание в легкую атлетику. Но это очень забавно, это очень интересно, это, конечно, очень эмоционально. Более того, мы в этом году еще и попробовали, мы давно об этом думали, мы попробовали, пригласили ребятишек с ограниченными возможностями. Поэтому ребята, даже которые больные ДЦП, они участвовали вместе в соревнованиях со всеми другими. Это тоже было таким особым нашим опытом. Может быть, мы не очень пока об этом активно говорили, мы сами очень аккуратно это делаем, просто чтобы никому не навредить и привлечь какое-то, может быть, еще дополнительное внимание, аудиторию к легкой атлетике. Потому что это тоже легкая атлетика. — Михаил Якович, смотрите, у нас на линии есть Ярослав Рыбаков, человек, который как раз один из мастер-классов сейчас на «Русской зиме» проводил. Мы с удовольствием сейчас с ним пообщаемся. Ярослав, доброе утро. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Вот мы с Михаилом Яковлевичем Бутовым здесь разговариваем про турнир «Русскую зиму». Заговорили мы о мастер-классах, которые проходили в рамках этого турнира. Я знаю, что один из них вели вы. Если можно, буквально в нескольких словах, ваши ощущения? И почему вы решили прийти в качестве наставника такого вот, педагога на час для ребят? — Ну, на самом деле, очень хорошее начинание. Я хочу сказать большое спасибо за популяризацию легкотлетики, за привлечение новых кадров. — Тебе спасибо, Ярослав. — Спасибо вам, да. Которые будут пополнять ряды, собственно, нашей сборной, надеемся, в свое время. Вот. А мне, конечно же, хочется передать опыт, какие-то знания пока еще, скажем так, свежие впечатления, свежие какие-то моменты, которые, ну, можно вот увидеть в ребятах, начинающих в предостеречьях от каких-то ошибок. Вот. Поэтому хотелось бы быть тоже полезным. — Ярослав, ну, насколько я понимаю, для спортсмена ведь важно и эмоционально себя не сильно расплескать, и еще сохранить какое-то здоровье для того, чтобы не получить, не приведи господи, на мастер-классе травму. Для вас эти моменты являлись основополагающими или все-таки в основу угла вы ставили именно желание помочь, поделиться опытом? У вас он огромный, и чемпионских титулов у вас, мне кажется, пальцев всех рук не хватит. — Ну, на самом деле, мне там не приходилось никакие серьезные высоты штурмовать, вот, там в основном была разминка, вот, а потом наш мастер-класс проходил в основном того, что у них были соревнования, вот, и я отслеживал и какие-то коррективы выносил. Вот, ребята сами подходили, у кого были какие-то сложности, какие-то непонимания, вот, пытались разобрать на них, в общем-то, сразу и что-то возможно было показать. Поэтому мне очень понравилось, что у них у всех, на самом деле, глаза горели, вот, были живые вопросы, то есть, именно, вот, прямо по факту того, как они делали попытку, и подходили сразу с вопросами с каким-то, если они чувствовали, что у них что-то не получается, вот, поэтому было живое общение. — Ну, насколько я понимаю, ваша карьера все еще продолжается, но вот попробовать себя в роли тренера вы не думали? — Нет, на самом деле, как раз вот на русской зиме меня официально проводили, вот, из большого спорта. — Нет, но я имею в виду, что ваша спортивная карьера. — В роли тренера нет, это все-таки не мое. Тренер — это призвание, это настоящее должно быть. У человека соревновавшегося желания, наверное, ну, если не с детства, то, в принципе, с какого-то, какого-то, какого-то уже сознательного возраста. — Да, вот, а, как правило, вы знаете, спортсмены, они такие довольно эгоистичные люди, и далеко не каждый спортсмен хороший может быть хорошим тренером. Вот, одно дело — передать свой опыт, там, путем мастер-классов или каких-то, скажем так, бесед, просто с людьми. Другое дело — это направлено с самого начала брать и выводить спортсмена. То есть тренер — это человек, который, в принципе, живет жизнью спортсмена. — А вы себя в качестве кого дальше видите? Мне очень не хочется, чтобы вы как-то исчезли из поля зрения и болельщиков, и журналистов, и человеку, которого, мне кажется, можно многому научиться. И вот, не знаю, вряд ли это, конечно, станет главным, но пожелание, чтобы вы оставались в спортивной обоиме, это возможно? — Да, я тоже сейчас как раз стараюсь в спортивной области себе найти, может быть, отчасти в Ярославской области, но если и здесь не удастся, то, может быть, как-то мои знания и опыт пригодятся, может быть, на федеральном уровне. Так что пока все в ожидании. — Пока, Михаил Яковлевич, у нас здесь в студии, там наверняка в Федерации Легкоатлетики есть какие-то наметки, кем дальше будет Ярослав? Есть, Михаил Яковлевич? — Ну, мы с Ярославом, я думаю, что будем продолжать общение, и я уверен, что обязательно найдется ему такое применение, которое будет и Ярославу интересно, и полезно для Легкоатлетики России или Ярославской области. Я думаю, что все-таки чем можем, мы будем помогать его развитию в Ярославле, потому что это город с такими хорошими, легкоатлетическими традициями, но, к сожалению, в последние годы они отчасти были утрачены, и я думаю, только лишь усилиями, может быть, как раз Ярослава, его родители, которые тренировали его этот интерес таким образом и поддерживался. Поэтому мне очень хочется, чтобы в Центральной России особенно Легкоатлетика развивалась. — Ну, под имя-то Ярослава, наверное, можно многое сделать. Мы тут за вас уже все решаем, Ярослав, простите. — У нас, к сожалению, не всегда, не всегда. — Будем надеяться, что все-таки всем миром мы как-то сможем на самом деле традиции возродить, потому что, сами понимаете, когда в Москве это все хорошо, но все-таки, когда, допустим, на Чикате России встречаются разные школы из разных регионов, как бы у каждых разные характерные особенности, это всегда интереснее, чем просто когда вот все сливки, допустим, они все в Москве, ну и уже какой-то между собой чуть устраивается. То есть все-таки хотелось бы, чтобы традиции на местах именно возрождали. — Да. — А для вас вот этот турнир «Русская зима», он стал той точкой, которая, может быть, вас порадовала, и вы испытали какие-то, может быть, смешанные эмоции от того, что это был официальный такой вот финальный старт? — Ну, на самом деле, хочу сказать, что очень высокий уровень соревнований, то есть Михаил Яковлевич удалось сделать, вот, и на самом деле свою аудиторию они уже приобрели, вот, люди из года в год приезжают, она только прирастает, вот, хочется пожелать, чтобы этот турнир такого же уровня и дальше, как бы, скажем так, символом российской легкой атлетики был, то есть очень достойный представительства, вот, и, конечно же, мне понравилось, что именно на таком турнире, там, с большим стечением зрителей, вот, наши проводы были устроены. Мне кажется, и Таня была очень рада. Все на высшем уровне прошло. — Спасибо вам, Ярослав, я искренне поздравляю вас с тем, что у вас начинается новый этап жизни, и я очень хочу, чтобы мы про вас еще говорили, как про человека все равно легкоатлетического, все равно спортивного, и от души будем болеть за вас в той отрасли, в которой вы найдете себя в дальнейшем. — Это был Ярослав Рыбаков у нас на линии, вот такая интересная у нас получилась русская зима для него конкретно, но мне очень хочется, чтобы как можно меньше на таких турнирах было проводов, потому что хочется... — Это не были проводы, на самом деле. Татьяна Лебедева, у нас это называлось честование Татьяны Лебедевой и Ярослава Рыбакова. Это два спортсмена, которые, я считаю, что из вот этого поколения, ну, которое многого добилось в такие сложные, на самом деле, времена. Я думаю, это эти два человека, ну, может быть, самые даже достойные для того, чтобы мы о них просто лишний раз поговорили, еще раз воздали им должное и никуда не провожали, а просто сказали, вот какие люди вместе с нами замечательные есть. — Ну, смотрите, а Татьяна Лебедевна, насколько я понимаю, если вот даже верить в сайту, она уже в федерации исполняет свои обязанности. — Вице-президент, вице-президент федерации. — Этот человек тоже точно остается в спорте. — Я уверен. — И тоже, мне кажется, что Лебедева — это такой же символ легкоатлетики, ну, не знаю, с кем ее можно сравнить где-то в мировом спорте, но она вот, она наша, она легкоатлетика, это вот сразу, и мне было бы жалко, если бы такого вы не сделали. Что касается турниров, которые сейчас идут, мы много говорим, да, что вот они когда закончатся, что нам это даст, как мы будем использовать инфраструктуру, чемпионат мира по легкоатлетике завершился. Мы с вами поговорили о том, что пришли люди в детки, в эти секции, в школы, я не знаю, в спортивные детские и юношеские школы. Вот еще какой-то результат позитивный после мира остался для нас? — Ну, если не говорить чисто об экономическом результате, который, безусловно, тоже есть. — Есть, да? — Конечно, об этом, может быть, не так много говорят. Я хочу сказать, что участие, скажем, государства в таких проектах, оно обязательно везде, во всех странах, в той или иной степени, в большей или меньшей мере, но оно всегда существует. — Нельзя не говорить о инфраструктуре городской, которая, безусловно, тоже улучшилась, но в нашем случае это, предположим, все, что вокруг Лужников и трассы. Посмотрите, как выглядит сейчас Фрунзенская набережная, это же красота, туда просто приятно прийти, даже просто погулять, вот, благодаря чемпионату мира во многом, ну и так далее. То есть есть такие улучшения. Затем я видел отчеты, связанные с туристической отраслью Москвы. Проблемы в августе. Очень много гостиниц было задействовано на бизнес, в большей степени даже, чем на туризм. И они, август — это мертвый сезон. В этом году это был полный, гостиницы были полными. И в этом смысле тоже для города хорошая доходная часть, налоги и так далее. Ну и, наконец, еще одна вещь, которую нельзя забывать. Такие проекты, они дают, на мой взгляд, одну очень существенную вещь. Это формирование, ну, скажем так, глобально ориентированно с международными стандартами менеджмента. Потому что люди, которые поработали, очень много зарубежных коллег приезжало, которые работали вместе с нами, которые проводили эти соревнования, проводили чемпионат. Не только соревнования, проводили чемпионат. Это значит и размещение, транспорт, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вот элементы неких стандартных таких процедур менеджмента, да, они, безусловно, впитаны россиянами, которые никогда этого, может быть, даже еще и не касались или там не столь близко знакомы были. Это они сделали сейчас на практике. Я уверен, что во многом, ну, все, что касается, скажем, спортивных крупных состязаний, это, безусловно, такой плюс именно для людей. Я представляю, каких сил вам это стоило, проведение этого чемпионата. У нас в гостях был Валентин Васильевич Булахничев перед чемпионатом мира. Я просто не представляю, какое количество часов сна вы спали в сутки. И я вот как болельщик, который провела несколько дней на стадионе просто с утра до вечера, я получила громадное удовольствие, потому что это тот момент, когда я могу увидеть все сама. Когда же называется, я могу попасть в эту атмосферу, пощупать ее и насладиться ей. Нет, конечно, боление, скажем, на стадионе и у телевизора, это абсолютно два разных процесса. И, конечно, присутствие на стадионе, это, ну, гигантский-гигантский такой плюс для болельщика, для зрителей. О чем мы сейчас думаем, это, безусловно, внедрить новые технологии для болельщиков, которые приходят на стадион, чтобы то, что он получает с экрана телевизора, было доступно и на стадионе. А так возможно? Да, безусловно. Новые вот эти гаджеты, новые устройства, они позволяют это сделать. И вот эти новые медиа, новые технологии, мы сейчас думаем, как использовать. Я уверен, в следующем году мы их внедрим в Россию. Хочу еще чемпионат мира в Москве. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня у нас целый час посвящен королеве спорта. Сегодня у нас в гостях генсекретарь Всероссийской Федерации легкой атлетики Михаил Бутов. Михаил Яковлевич, ну вот чемпионат мира, который провели в Москве, он ведь показал, что мы можем, что мы умеем, что мы многому научились. И есть какие-то перспективы еще принять соревнования столь высокого ранга в столице? А может быть, это будет Сочи, а может быть, это будет Казань, которая тоже с инфраструктурой сейчас, ой, как хороша. Конечно, конечно, мы думаем о том, я еще раз повторю, что все эти досужие рассуждения, что зачем нам это нужно, они вот легко разбиваются, ну, по крайней мере, вот, может быть, тремя основными такими доводами, которые я привел, но их на самом деле, конечно, гораздо больше. Мы думаем об этом. Более того, у нас есть в перспективе уже соревнования, право проведения которых мы выиграли. Это, прежде всего, город Чебоксары. В 2015 году мы проводим там Суперлигу чемпионата Европы. Это 12 лучших национальных сборных стран Европы. А Челябинск прямо такая столица. Чебоксары. Да, 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 вообще Приволжский округ очень так благоволит к легкой атлетике. А там же, по-моему, юношеские первенства проводились, нет? Мы там и национальный чемпионат проводили тоже, да. И там же в 16-18 годах пройдет Кубок мира по спортивной ходьбе. А почему не Саранск? Ну, Чебоксары инфраструктурно, на самом деле, больше готовы. Да ладно, город, который считает вообще столице. Нет, Саранск, это один из тоже моих любимых городов, где мы проводили тоже Кубок мира по ходьбе. Но Чебоксары как-то более подготовились вот к данному моменту. Ну, нельзя забывать, что Саранск еще ведь получил право проведения чемпионата мира по футболу в 18-м году. И, конечно, они должны соизмерять не такая большая республика. Поэтому я уверен, что в Саранске мы проведем еще очень много соревнований. Тоже думаем об этом. В 16-м году мы планируем, это еще будет борьба, планируем проводить чемпионат мира среди юниоров в Казани. Вот, это еще в апреле будет решение Международной ассоциации. Кроме этого, безусловно, мы бы очень хотели проводить соревнования не только в Москве, но и в других городах российских. Вопрос только в одном. Мы должны инфраструктурно быть готовы. Одна из главных проблем, это, предположим, международные аэропорты, которые должны быть близко от мест проведения. Для России это, к сожалению, действительно некие ограничения, которые мы имеем для проведения крупных международных соревнований. Вы, Михаил Яковлевич, очень оптимистичны, потому что немногие города России могут похвастаться хорошим легкоатлетическим манежем или стадионом с хорошей дорожкой. Увы, это иногда для многих городов проблема. Это тоже правда, но ситуация меняется, она реально меняется. Как использовать эти спортсооружения? Вот еще один серьезный вопрос. Но сами спортсооружения для легкой атлетики, они появляются. Их все-таки в сравнении с предыдущими десятилетиями построено довольно-таки много. Это правда. Как их использовать? Потому что спортсооружение легкоатлетическое, это большое плоскостное спортсооружение, которое требует серьезных денег, серьезного внимания, обеспечения. Поэтому вот это, пожалуй, более сейчас серьезный вопрос. А строительство идет, и оно продолжается. Я знаю про проекты, которые есть и в Самаре, и в Екатеринбурге, и в Казани, в той же, в Центральной России. Эти проекты будут реализованы в ближайшие годы. Поэтому я думаю, что вот с этим ситуация будет улучшаться. Но еще раз повторю, есть две большие и взаимосвязанные, взаимозависимые, важные части легкой атлетики. Два столба. Первая – это профессиональный спорт. Там, где люди занимаются для того, чтобы добиваться каких-то таких серьезных профессиональных результатов. И это часть индустрии спорта. А вторая часть – это легкая атлетика для здоровья. Легкая атлетика как часть образа жизни. Легкая атлетика, может быть, для людей с ограниченными возможностями. Это тоже огромная важная часть легкой атлетики. Дети, детская легкая атлетика. Вот как эти два столбика должны правильно стоять, чтобы держать здание легкой атлетики. Вот это самая важная задача формирования вот этого здания. Ну вот этот момент, о котором вы упоминали, говоря про русскую зиму и про соревнования для деток с ограниченными возможностями сейчас, когда вы сказали про людей, которые тоже хотели бы, но в силу некоторых, может быть, физических невозможностей этим не занимаются. Вот я так понимаю, что это какое-то у вас отдельное сейчас направление? Вы сейчас работаете, а можно чуть поподробнее? Это да, это действительно, вот я уже говорил об этом проекте «Новые звезды русской зимы». И мы думаем, как его как бы расширять. Мы думаем о расширении, об укреплении, пожалуй, наверное, вот этой опоры легкоатлетической. Это может быть даже не столько тот, ну ведь способ управления спортом, он изменился в стране. Это не так, как было в советское время. И вот эта вот пирамида, которая спорта, которая такая, да, традиционный такой некий оборот речи уже даже такой сложился, она не работает, у нас нету этой системы. Поэтому скорее надо говорить вот о здании на двух колоннах, и каждая колонна важна, ее нельзя разрушать, ее надо поддерживать. Вот то, что касается профессионального спорта, эта колонна поддерживается довольно-таки хорошо. Там есть свои проблемы, правда, есть и со спортсооружениями, есть и с какими-то там, ну не буду сейчас вдаваться в подробности, но результат есть. Мы номер два в мире, да, после чемпионата мира и номер один в мире в легкой атлетике, как сборная команда. Вот. А вот все, что касается детского спорта, массового спорта, массовой легкой атлетики, вот тут проблем гораздо больше. И поэтому вот проекты, которые мы запустили с русской зимой, это, конечно, маленькое толико того, что должно быть. Но нам очень хочется, чтобы он расширялся, нам очень хочется. Мы не просто сам по себе этот проект хотим сделать, чтобы он был успешным, но и чтобы он был примером для других. Мы открыты и будем расширять его во всех городах. И шиповка юных, наш проект давний уже, мы ее тоже поддерживаем. И я думаю, что будут новые появляться благодаря вот таким примерам. А говорим ли мы о том, что сейчас, ну, что называется, русская зима и новые звезды русской зимы, это будет такой франшизой. То есть вы провели это в Москве, далее эту идею подхватили где-нибудь в тех же Чебоксарах или в Екатеринбурге, или вы будете ездить с мастер-классами и там сами смотреть. Как это будет происходить? Мы провели уже, мы осенью провели большой такой семинар для организаторов соревнований в России. Мы будем, мы приглашали на русскую зиму, люди приходили, вот у нас есть такая зона управления соревнований, мы показывали, каким образом это работает. Мы, безусловно, расширяем географию новых звезд русской зимы. В этом году мы впервые проведем мастер-классы, такие соревнования в Екатеринбурге, в набережных Челнах, в Центральной России. Мы, безусловно, должны будем думать о некоторых проектах, связанных с чемпионатом мира среди юниоров, о которых я сказал, если мы получим это право. Я думаю, что чемпионат Европы, Суперлига, обязательно должен, ему должны сопутствовать всевозможные детские активности вот в Поволжье. Вот эта идея Волги и реки с организацией мастер-классов и с организацией соревнований, каких-то интересных, просто специальных соревнований. Это же не обязательно такие же профессиональные соревнования, как большой лёгкой атлетики. Есть проект детской лёгкой атлетики Международной Федерации со специальным инвентарём, оборудованием, где лёгкая атлетика представляется как игра. И для детей это очень важно. И вот такие игровые площадки лёгкой атлетические мы хотели бы создать в основных приволжских городах к июню 2015 года, для того, чтобы вот это внимание к лёгкой атлетике увеличить со стороны детей и просто людей, кто хочет заниматься лёгкой атлетикой. Я вам хочу сказать, что мне очень приятно вас слушать. По одной простой причине, что проведя чемпионат мира или какой-то отдельный турнир, вы не останавливаетесь. То есть у вас нет такого турнира на турнира. Вы всё равно всё время в работе. У вас есть какие-то идеи. У вас есть, я не знаю, какая-то шикарная креативная группа, которая не стоит на месте, которая всё время что-то придумывает для развития своего вида спорта. Это ведь здорово. Да, ну у нас президент просто как бы всё время какие-то новые идеи рождает, безусловно. И наша задача такими совместными усилиями действительно попытаться поддержать интерес, который безусловно увеличился после чемпионата мира в Москве в прошлом году. Безусловно, это задача номер один. Ну я надеюсь, что у вас, во-первых, хватит сил. Во-вторых, вам всегда поможет государство, потому что, конечно, собственными финансовыми возможностями федерация, я думаю, что вряд ли такими большими располагает. Но вот хотелось бы, чтобы вот это взаимодействие, сотрудничество очень успешное, очень удачное и для вас, и для спортсменов, и для болельщиков, конечно, продолжалось. Да, спасибо большое. Я надеюсь, что мы переживем зимнюю Олимпиаду. Вот всем желаю успехов, безусловно, нашим командам, нашим ребятам на Олимпийских играх. Но всё-таки это зимняя Олимпиада, и после зимней Олимпиады, безусловно, я думаю, что мы ещё раз обсудим и с Министерством спорта все наши проекты. Но вы уже так на Рио посматриваете, я так подозреваю. Мы посматриваем даже на Токио в 2020 году. Мы думаем о базах на Южно-Сахалинске, в Южно-Сахалинске, на базах на Дальнем Востоке. В одном климатическом, да, географическом месте? Мы думаем, да, о многих вещах, чтобы, например, такие вещи, как Олимпийские игры в Токио, тоже дали возможность развития лёгкой атлетики в России. Спасибо большое. У нас был генеральный секретарь Российской Федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов. Михаил Яковлевич, я желаю вам успехов, удачи и сил. Но, коль вы заговорили про Сочи, то, конечно, я присоединяюсь к вашим словам. Желаю удачи всем нашим спортсменам. Конечно, мы болеем. Ну и вот со словами напутствия, в том числе и нашим ребятам в Сочи, выступил легендарный российский хоккеист, заслуженный тренер Вячеслав Фетисов. Ну а мы с вами прощаемся. Услышимся через неделю. Счастливо.